Был сильнейший страх, который никогда еще так в организме моем не проявлялся. Тело все трусилось, полное непонимание, и вообще казалось, что этого не может быть, что-то мы еще не понимаем, что-то не то. Сильная паническая атака, меня начало трясти, я пришел в комнату будить свою жену и дочку. И первая мысль была это бежать в бомбоубежище, потому что за окном я уже слышал взрывы. Меня зовут Дима Белый, я живу в городе Буча, Киевская область. Тут же я создал семью уже 7 лет, как я женат. У нас есть дочка, 2 года дочке. Больше 10 лет я занимаюсь с детками, преподавала английский в садиках в младших классах, и за месяц до войны открыла свой садик. Свою жизнь я связал с профессией телеоператора. На телеканале Надия, Hope Channel Ukraine, я работал оператором-постановщиком. Такое служение у меня было. Буча классный город для молодых семей. Там очень много было молодых семей, которые строили свою жизнь, дома, квартиры, обустраивались, рожали деток и жили счастливо. В 6.49 утра мне позвонил мой друг. Он говорит, ну, кажется, все начинается. Я говорю, что война. И в этот же момент мы услышали уже взрывы на улице. Первый раз в жизни начала задыхаться, я не могла с собой совладать, потому что, ну, как бы, вот, ты открытая мишень. Ты не знаешь, куда тебе бежать. Вот здесь, вот здесь. Взрывы идут. Я был обескуражен, и мысли о том, чтобы бежать, ну, не было совсем, потому что своя квартира, не было также и возможности, даже если бы мы хотели, потому что оказалось, что войну у меня была машина не на ходу. Мы дома дотянули до 7.30 вечера, и потом поняли, что нужно укрываться. И мы побежали без нашего этого рюкзака, даже просто в подвал. Я взял несколько одеял, укутал дочку, укутал свою жену, а сам просто сидел, ну, так как уже не было возможности где-то лечь. Там были люди, которые уже в 2014 году прошли одну войну, и они нас, ну, как-то хотя бы морально поддерживали. В этом же подвале было офисное помещение, мы о нем не знали. И под утро, около четырех утра, оттуда вышли люди и увидели, что у нас маленький ребенок. Они нас забрали к себе. Там было тепло, был теплый пол, там были матрасы, нас положили на матрас. И так мы проспали, ну, грубо говоря, до рассвета. Уже на второй день прямо под моим домом была разбитая колонна техники. Там были остатки просто людей, просто остатки. Для нас было важно сохранить, насколько это было возможно, психическое стабильное состояние нашей дочери. Восемь дней с Божьей помощью мы там провели. Правда, на третий день уже у нас не было света, и там стало холодно. Постоянно мы слышали выстрелы артиллерии. Постоянно мы слышали автоматные пулеметные очереди. И мы очень сильно по этому поводу молились, как можно выехать. В один конкретный момент я понял, когда в нашу жизнь мешался Бог. Когда стало тихо, я попробовал подняться на горку, чтобы словить связь какую-то. Я понимал, что уже вряд ли мы куда-то уедем. Цель моей была звонка – просто дать адрес, где мы находимся. Реально я-то думал, что если мы умрем, чтобы хотя бы знали, где найти наши трупы, где нас похоронить. Мы вовремя смогли связаться с нашими братьями из церкви. У них осталась машина в Буче, и они дают свою машину для того, чтобы я мог вывезти свою семью. Просто чудом нас пропустили военные, чтобы добраться по городу к этой машине. Там были люди, люди очень сильно паниковали, и я понял, что сейчас мне придется координировать и собирать колонну для выезда из города. В итоге получилось собрать и вывезти из-под огня, из этих горячих точек, 40 человек. Мои чувства сейчас очень смешанные, потому что еще даже не полные сутки, как мы в безопасности. Физически сейчас чувствуешь себя плохо, и эмоционально тоже, потому что не понимаешь, как себя вести. Знаешь, что там остались друзья, которые не выехали, сейчас нет с ними связи. А здесь жизнь может быть и не прежняя, но все равно люди живут, они могут ходить в магазин, спать спокойно, здесь тихо, а там люди гибнут. Я вообще не знаю, что будет дальше, и какое будет мое будущее, и будущее моей семьи. Мы лишились всего. Очень пугает эта неопределенность, безысходность, вот это насильственное смирение. Я пока не могу, я не могу поверить, что я не вернусь к себе домой, что мой ребенок не увидит свои игрушки, которые куплены с любовью специально для нее. Конечно, наша семья нуждается сейчас абсолютно во всем, так как я остался без работы, и моя супруга осталась без своего бизнеса, который она только начинала. Все равно есть вера в Бога, которая нас держит на плаву, держит эмоционально, дает нам жизнь, надежду, что у нас будет еще счастливое будущее, что все будет хорошо. И мы верим, что Бог нас не оставит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова